Кабаны – это удивительные животные, которые обладают множественными интересными особенностями. И вот несколько интересных фактов о кабанах. Распространение. Кабаны встречаются почти во всех регионах мира, за исключением Австралии и Антарктиды. Они обитают в различных местностях, включая леса, степи, горы и пустыни. А еще у кабанов есть физические особенности. Кабаны характеризуются мощным телом, короткими ногами и характерными гребнем на спине. У них также характерный набор клыков, который используется для самообороны и поиска пищи. Кабаны обычно живут в группах, называемых трое. Трое состоит из взрослых особей, обоего пола и их потомства. Они обычно проявляют социальные появления и сотрудничество при поиске пищи и защите от хищников. Кабаны – всеядные животные. Их рацион включает корни листья, фрукты, грибы, мелких животных, также падаль, а еще культурные растения. Они могут нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам. Кабаны очень адаптивны и могут выживать в различных условиях, включая суровые климатические зоны. Они обладают развитым чувством обоняния и слуха, что помогает им обнаруживать опасность и находить пищу. А еще у кабанов сильно выражена материнская забота. Спиноматки очень сильно защищают своих детенышей и уделяют им много внимания, помогая им вырасти и выжить. Кабаны играют важную роль в экосистемах, участвуя в разрушении торфяных земель, перемешивая почву и распространяя семена растений. На самом деле, кабаны – удивительные создания, которые продолжают вызывать интерес ученых и любителей дикой природы по всему миру. Ведь кабан является предком домашней свиньи. Принято считать, что именно кабан стал вторым животным после собаки, которое смогли приручить древние люди. Поросята легко привыкали к человеку и отличались с ядностью, что упрощало их содержание. Кабаны были распространены по территории практически всей Европы. Часто встречались в Азии и даже в Африке, где позднее были полностью почти истреблены. А вот в Америку они были завезены европейцами. Животные, которым удавалось вырваться на свободу, быстро дичали и стремительно размножались. В России кабана называли веприем, что означает сферепой. Охота на этого зверя действительно была занятием опасным. Разъяренный вепрь был даже более опасен, чем хозяин русских лесов – медведь. Особым уважением пользовались те охотники, которые выходили на вепря с рогатиной. Но широкое распространение получило добыча животного с помощью ловчих ям. На тропах, где проходили кабаны, рыли ямы, огораживали их частоколом, оставляя узкий проход. Сама яма закрывалась сеном или хворостом или сухими листьями. Большим любителем охоты был князь Владимир Мономах. В своем поучении, которое князь поставил для потомков, он упоминал о том, что однажды во время охоты на него напал вепрь, который на бедре меч оторвал. На короткой дистанции кабан способен развивать скорость до 50 км в час. Кабаны являются также отличными пловцами. Они способны преодолеть водную преграду в несколько километров. Кабан является символом мужества, поэтому его изображение нередко можно встретить в геральнике. Например, на гербе города Рельса Курской области. Кабан также является нагрудной эмблемой Ричарда III, короля Англии из династии Йорков. Интересно, что и самого монарха недруги часто называли кабаном или боровым. Дикий кабан ест практически все. Все, что только можно найти в лесу. Корни растений, насекомых, червяков и другое. При возможности разоряет гнезда птиц. Поедает детенышей мелких животных. У кабана неважное зрение. А вот слух и обоняние просто отменные. Запах пищи животные способны уловить за сотни метров. У самого кабана в дикой природе также много врагов. Например, медведи и волки. Впрочем, волку-одиночку справиться со взрослым кабаном не удается. Такая охота возможна только стаей. Маленькие кабаны могут также стать жертвами рыси. Но самым главным врагом кабана, безусловно, является сам человек. Средняя продолжительность жизни кабана в естественных условиях составляет 12-14 лет. Некоторые особи доживают и до 20 лет. В полуторагодовалом возрасте животные достигают половой зрелости. Кабаны имеют значительные размеры и массу. Вес взрослого самца превышает 100 килограмм. Отдельные гиганты могут быть вдвое крупнее. Самки в весе значительно уступают самцам. Клыки у кабана растут на протяжении всей жизни. Поэтому у зрелых самцов они достигают длины 25 или даже 30 сантиметров. Их функции просто универсальны. Клыки помогают как раскапывать землю, добывая себе пропитание, так и обороняться от врагов. В древности большие клыки кабана украшали одежду наиболее удачливых охотников. Кстати, у многих племен юноша получал право называться мужчиной лишь после того, как смог сам добыть первого кабана. Дрессировка кабанов – дело очень сложное. Лишь немногим из дрессировщиков удается выступать с ними на аренах цирка. В центре Мюнхена, рядом с музеем охоты и рыболовства, установлен бронзовый кабан. Считается, что он способен помочь добиться финансового благополучия. Бронзовому животному нужно лишь погладить пятачок и ждать, что в ближайшее время деньги обязательно придут. Сложно сказать, насколько срабатывает это суеверие, но бронзовый пятачок отполирован до блеска людьми, которые приезжают со всего мира и которые питают надежду быстро разбогатеть. Памятник кабану есть и во Флоренции, правда он быстрого роста благосостояния не обещает. Здесь легенда несколько другая. Тот, кто потер пятачок животному, обязательно вновь вернется во Флоренцию, а Флоренция считается самым красивым городом Италии и одним из центров мирового туризма. У маленьких кабанчиков своеобразная полосатая желто-каштановая окраска. Она выполняет роль своеобразного камуфляжа в лесу, который помогает скрываться в лесу от многочисленных врагов. Примерно через полгода полосы исчезают полностью, животное становится однотонно рыжим, а взрослый кабан практически черный. Кабаны более активны ночью, чем днем. Светлое время суток они предпочитают отлежаться где-нибудь в укромном месте, а с наступлением темноты выходят добывать пищу и принять водные процедуры. Наличие водоема рядом с лежбищем для них является обязательным условием. Светлое время суток